Я знаю тебя. И видно очень коротко. О чем ты размышлял, и это мне известно. А в этом случае ты счастливее меня, и если не ошибся, я то ротик у нее прелестный. Я нравлюсь тебе, тем хуже. Для кого? Для одного из нас. Ты предсказания меня не испугаешь. Я ведь очень нехитет, но узнаю, кто ты. Так стало быть, ты знаешь, чем кончится наш разговор? Премьера должна была быть 26 апреля. И декорация уже стояла на сцене к 19 марта, когда я должен был прилететь. Но 19 марта все уже отменилось, и мы сидели долго ждали у моря погоды. А сейчас получилось так, что за три недели приходится выпускать такой огромный спектакль. Это нонсенс вообще. Такого еще, по-моему, не было, чтобы маскарад за три недели ставился. Но вот мы стараемся как-то успеть в эти сроки, потому что меня очень поджимает время. У меня контракт, и я должен быть уже в конце сентября во Франции работать. Мы начали 31 августа, была первая встреча с актером. Репетируем каждый день, утро-вечер, утро-вечер, утро-вечер. А с завтрашнего дня мы начнем репетировать продленными репетициями. С 11 до 4, до 5 часов прям будем идти, идти. Вообще-то привычно, потому что я работаю достаточно быстро всегда. Я когда приезжаю на постановку, у меня спектакль уже как кино снято в голове. Я вот в это кино стараюсь ввести артистов. Но очень много меняется, походу, конечно же. И от них идешь, и какие-то новые идеи приходят. Уже когда начинаешь уже трогать материал, вот прям руками, что-то там меняется немножко. Но все равно это удовольствие. Я 33 года назад был актером Вологодского театра. Вот этого самого. И на этой сцене я два года выходил перед вологодскими зрителями. Потом просто так сложилась судьба, что я менял профессию, стал педагогом, режиссером, каскадером. Потом так сложилась опять-таки судьба, что я очень много работал за границей, в разных странах, на фестивалях, на мастер-классах. Потом был приглашен официально в национальную французскую театральную школу преподавать там. Но я считаю, что наша школа, она самая сильная, самая интересная, самая многообразная. И я очень люблю работать с русскими актерами. Поэтому я иногда приезжаю в Россию и ставлю в Россию, чтобы просто получить удовольствие. Я не гоняюсь за новыми взглядами никогда. Я делаю то, что мне интересно, то, что мне хочется сказать зрителям. Вот и всё. А какие? Ну, я много видел маскарадов. И в постановке Анатолия Васильева во Франции, в Париже, в комедии Франции, и в театре Леси-Украинки, и Малый театр, и, по-моему, ещё Ростовский театр там ставил. Они все очень разные, эти постановки. Они все, как вам сказать, немножко проразные. Меня волновало... Здесь можно и найти очень большой в пьесе метафизический смысл. Здесь каждое имя, даже реплики, они очень много значат. Там как Евгений, это спаситель мира. Анастасия тоже спасительница. Анастасия Нина. Шприх – это немецкая фамилия во времена Лермонтова. Немец – это был бес. Это была как бы, знаете, ассоциация с бесом, с бесовством каким-то. И там очень много, если её разбирать с этой точки зрения, там очень много символов. Но меня интересовала в этой пьесе гордыня. Гордыня – самый страшный грех, смертный грех. И вот эта гордыня убила ни в чём не повинную Нину. Совершенно чистого, светлого человека, абсолютно открытого, любящего, не умеющего интриговать, бесхитростного. Вот эта гордыня многих людей, не только Арбенина, а и Звездича, и Штраль, и Казарина, они все её убили. Вот этот самый смертный грех. И у каждого гордыня раскручивается в свою сторону, в свою личную сторону. У Казарина во главе угла стоит игра. Только игра, только деньги. У Звездича стоит я, моя слава, преклонение передо мной, желание быть офицер-генералом и так далее. И у каждого есть вот эта вот своя гордыня, которая убивает Нину. Вот про это вот спектакль. Конечно, спектакль костюмный. Я не люблю переодевать в современные, чтобы говорить о современном. Надо просто говорить на современном языке, поднимать современные проблемы, разговаривать со зрителем, понятно. А в каком костюме мы одеты? Зачем менять? Это же 19 век. Ну, у нас и получается где-то там между 19 и 20. Мы не стремились прям вот эпоху соблюсти. Это из прошлого. У нас там есть печатная машинка, у нас там есть граммофон. Времена Вермонтова этого не было. Мы это используем. Но это все равно старина. Особо трюковых элементов не будет, но просто будет много движения, потому что мы живем телом, мы разговариваем телом. У нас тело очень много чего выражает. Как говорят психологи, мы 12% информации получаем из текста, 38% из информации, а 50% из физического действия. Поэтому, конечно, у нас физика будет здесь. Преобладать будет, наверное, эмоции, чувства, жизнь человеческого духа, как говорил Константин Сергеевич Станиславский.